Где армяне? В Сочи Где армяне? В Адлере Она правильно называлась всегда Арменика Там все двоюродные братья и сестры Зачем якуты? Не делают обрезание, это правда мы не делаем Мы тебя позвали? Как часть обряда, я думаю И потом пишу голосовое Голосовые это мое Не голосовые записи, а горловые А ты не думал выпустить песню Я якутский Якутский Всем привет, это шоу стереотипы Где четыре представителя разных национальностей Обсуждают стереотипы друг о друге Я ведущий этого шоу Илья Сатир В конце нашего шоу мы с помощью нашего зрительного зала Определяем кто из участников Мыслил стереотипнее остальных И жестко его наказываем Сегодня претендентами на это наказание являются Наш первый гость Без прописки в Москве Но с пропиской в ютуб шортсах Армянский Мэтью МакКонахи Карен Акапян И..... АПЛОДИТМИäs АПЛОДИТМИ Мой друг. Привет, родной. Я так рад тебя здесь видеть. Родная душа. Давай вот так уже. Ты пацановал меня куда-то вот в те... Как будто сын сына. Это тебе. Да, тут есть один моментик. Ты нам шоу. Своей энергией... Почините, деньги же есть. Своим сексом, который ты несешь, ты снес и Азамата, и все, что он строил всю свою жизнь. А получается, чуть-чуть удлинить надо было все-таки вам фургон, чтобы я нормально помещался. А какой у тебя рост? Метр. А дальше? 250. Это как будто бы должно было быть так, но 93. Наш следующий гость не ходит на шоу, где среди гостей есть Прохор Шаляпин. Потому что бабушкин самурай в помещении должен быть только один. Якутский Анатолий Цой. Стендап-комик Вася Габышев. Это жесткий парень. Это жесткий парень. Давай самую жесткую шутку, которую ты придумал за последний день. Слепые дети не видят угроз педофилов. Вася Габышев! Мое почтение! Жестко, но честно. И после этого я переворачиваю кепочку, потому что я хочу быть похожим на тебя. Спасибо. Единственный азербайджанец с двумя бровями. Азербайджанский Джастин Бибер, Шевгий Ахадов. Азербайджанский Джастин Бибер, Шевгий Азербайджанский Джастин Бибер. Пора, блин, в интернете магазин открыть. Вон, Илья давно уже там. Сейчас, кстати, у ребят что-то там спросит, что там, как там. Сегодня поговорим с вами о соцсетях. Какие есть стереотипы национальные в соцсетях. Начнем мы с моей любимой разминки. Она называется «Запросы в интернетах». Зачем якуты не делают обрезания? Это правда, мы не делаем. Думаешь, весь мир делает, вы не делаете, да? Холодно, нам надо укутываться. Укутываться, якутываться. У них же такой. Там реально по-русски залезть можно. Как спальный мешок, типа. Холодно же, знаешь. Зачем якуты бросали своих жен, когда уезжали с братом на охоту? Такой запрос, да, думаешь, все-таки вышел? Это реально, конечно, самый популярный. Все это вбивают. Зачем якуты бросали в ребенка? О-о-о-о. Это реально, это реально. Ну, камни, скорее всего, это будет больно. В ребенка. Зачем? Тут не камни. Зачем якуты бросали в ребенка конский хвост? Ты думаешь, в какой-то момент режутся хвосты? У нас режутся. Бросаются. Да, да, у нас режутся. У нас висят на пороге дома конские хвосты. Зачем? Ну, как оберег. Как оберег? Серьезно? Да, да, да. То есть, кому-то досталась подкова от лошади? Зачем их раздевать? Ну, надо отрезать им хвосты и все, повесить. А в ребенка ты их бросаешь? Как часть обряда, я думаю, чтобы ребенок очистился. От чего? Только что придумал, я не знаю. Я просто хотел, чтобы ты до конца шел с этим. От сглаза. От сглаза. Да. От широкого сглаза. Лошадиного. Я скажу вам правду, чтобы перестать вас мучить. Зачем якуты бросали в ребенка варежки? Что за бред? Ну, почему не бред? Холодно же, типа, одевай варежки, как мама говорит. Одевай шапку, и тут варежки одевай. А то руки замерзнут и без рук останешься. Ну, это как будто бы хорошая версия. Но мне кажется, нет. А может быть такое, что, знаешь, ну, вот, типа, взрослого человека, который как-то там провинился или опозорил там рот, честь, и его забрасывают камнями. А детская версия позорившегося ребенка, его забрасывают варежками. Ну, чтобы камнями ребенка... Позор? Ну, какой-то детский позор, да. Где армяне... Придумали. Нашли. Ковры. Где армяне нашли ковры? Где армяне в первый раз хиппижнули? Что сделали? Хиппижнули. Это что такое? Хиппишнули, но хиппиш подняли. Хиппиш, хиппиш подняли. Хиппиш. А-а-а. Хиппиш, знаешь такое слово? Хиппиш. Теперь знаю, пацаны. Ну, типа, хиппи. Да. Нет, как будто нет. Пис. Где армяне живут? В Сочи. В Адлере. В Краснодаре. В Грузии. Везде. А, я знаю. Ну-ка. В Лос-А... Ой, в Америке. Где армяне живут? Да, это правильно. Реально? А где армяне живут? В США. В США, да. А где? А где живут? Нет, это правда. Это такой запрос. Не факт, что это, типа, правда так, но почему-то люди это гуглят. Район Глендом называется. Нет, у нас же это импортозамещение. Перепишем. Почему-то люди это яндексят. 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 Какая-то процедура неприятная, как будто. Ты почему знаешь, Азамат, что такое люди ищут? Потому что, брат, моя кровь немножко знает, да, чувствует эти моменты. А что в США-то забыли ваши? Брат, армян же везде много. Я рассказал везде. Где армяне живут? А вы как-то связаны, да, с Америкой? Она правильно называлась всегда Арменика. Просто переименовали в один момент. Соединенные Штаты Арменики. Арменики, да. Нет, там район прям Глендал, где все армяне. Это реально, да? В основном, да. Как называется Глендал? Ну, кстати, даже как-то круто звучит. Следующий запрос будет звучать так. Как азербайджанцы готовят? Как азербайджанцы бросают варежки в детей? В якутских детей. Тут одно слово. Как азербайджанцы... А, реально? Я не знаю такого слова. Как азербайджанцы... КВНят? Нет. Медитируют. Как азербайджанцы появились? Изумительно. Что еще знаешь? Я бы даже сказал потрясающе. Есть еще такое слово, как невероятно. Еще? Ну, и последний запросик. Пробьем. Пробьем. Мы жгем. Почему москвичи? Разговаривают так протяжно? Это как? Знаешь, мы приехали сюда. Сюда? Можно же просто сюда сказать? Сюда? Вот как я говорю, спасибо. 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 Это эхо такое, прикинь. Спасибо. Нет, там все, короче. Там одно слово. Почему москвичи... Любят бренды, копии брендов. Да, примерно столько слов я не назвал. Почему москвичи... И там одно слово, которое, ну, как бы, это характеризует людей. Злые? Да! А, нифига. Чего так рад? Ну, угадал ты, и что такое? И прям в ухо мне залетело. Это кто-то с регионов написал? Ребята, постойте в этих московских пробках, вы все поймете. Вот я москвич, и я вообще не злой. Не знаю, я не встречал здесь злых. Ну, то есть не злые москвичи, да? Не сталкиваюсь с злыми москвичами. Нет, как будто нет, это все-таки, да, это стереотип. Сто процентов. Мне кажется, вот в некоторых городах России более глубинных люди позлее, чем в Москве. Но они и подушевнее. Одновременно душевно злой человек, я таких знаю, которые, он как бы тебя, типа, приголубит, ну и не забудет. Разочек хотя бы. Как бы с греха, лайк не поставьте, не подписаться на нас. Правильно? Правильно. А мы переходим к главной теме нашего выпуска. Обсудим сегодня мы тему соцсетей. Вообще, есть ли такое, что какими-то соцсетями какие-то национальности пользуются больше или меньше? Как вот ведут себя в соцсетях разные национальности? Есть ли какие-то различия? Вот я знаю, что турки любят писать дамочкам разные штуки. Может быть, есть что-то такое про, например, якутов? Ну, у нас интернет сначала как TCP, IP был, потом вот это Е, когда Е, Е, не грузит. Хорошая жизнь. И мы сидели, такая Мирка, Мирка была. Я помню. Е, бро. Охренеть, это так давно было. Помнишь? Да он из 63-го года. ICQ помню. А Мирк, это Мироторг, по-саказу. В Мирсе сидели какого-то. Да, в цыпленке, бро. Коклети, в коклете. И там, якут. И еще был комфорт. Плюс. Это ты про свою работу где-то таксистом развал. Да не, правда, комфорт это где мы играли в игры и переписывались там в чатах. Это дискорд. Это дискорд у вас, у нас комфорт был. А, это у вас где, в Якутии? Да. А у вас где? В этой, ахалай-махалай. Вот. Слушай, ну есть какое-то вот у армян, может, поведение определенное в соцсетях? Я даже могу рассказать историю, когда девушке писал армянин. В смысле, настолько вот он, он сам. Это история про вот этот один мой друг. Один мой друг. Нет. Короче, был один армянин. Был, как будто он сейчас тоже есть. Он написал девчонке, ну пишет, моя сладкая, сегодня ты так сногсшибательно выглядишь, я тебя отправил в 20 огонечков. Почему не отвечаешь? После 21 ответить что ли? Нет, он дальше начал херачить, дальше. Много сообщений. Она говорит, извини, говорит, но я не знакомлюсь. Как ты не знакомишься? И он начинает уже диалог сам с собой вести. Она говорит, понял. Она говорит, в смысле понял, кого ты понял? И он начинает просто с ней вот такое, я не знаю, три дня диалог сам с собой, потом сам с собой обижается, говорит, не, ну ты если не хочешь так, так и скажи, если не хочешь. Я, вот зачем мне 10 сообщений отправлять? Это очень смешно было, что он сам с собой просто обижался на себя эмоционально. Просто говорит, типа, вот, как так? Потом всплыхивал, потом говорит, моя сладкая, ну уже давай встретимся. Ну что, как будто тебе трудно один день выделить. Клянчил, короче. Да, клянчил и не клянчил, потом грубил, потом обижался. И это точно не ты? Скорее всего, нет. А какая-то будет кульминация? Кульминация? Она дала потом. Ну все-таки. Человек столько старался. 20 огонечков отправил, как не дать? Мы обесценили огонь. Это ты нам как язычник говоришь, да, я помню. Я вообще огонечковая шалава. Реально всем ставишь? На лево и направо раздают. А я знаешь, как сделаю? Ну-ка. Я обычно ставлю смайлик стрелки, так, пальца вниз. И потом пишу голосовое. Чи-и-и-и. И она такая, му-у-у. Это креативно. Это креативно. Хорошо, а есть у тебя какие-то фишки? В комменты залазить во всякие интересные публики. Вот это же такая показательная история, комментарии, вот я вообще комментарии писал, может, раза два в жизни, где-либо, и вот эти люди, которые их пишут, и пишут разные очень вещи, а вот есть что-то, что конкретно армяне комментируют, как они это делают, какая-то особенность? Девочек, в основном. Девочек, да? Да, в основном девочек, что-то хвалебные вещи. Ну, типа, если она в директ не отвечает, давай попробуй через комментарии. Я тебе пишу, да, я тебе пишу, там, здесь, что ты как-то совесть имей, ну, где-то ответь, хотя бы в комментариях, там пообщаемся. Блин, наверное, у всех на виду. У меня было, я помню, я вспомнил, что реально мне не отвечала девчонка, я думаю, ну, как так, ну, как ты можешь мне не ответить? Вот этот тот пацан, за которого я говорил, друг. Какой-то есть, может быть, если вот так вот, то я, типа, пишу открой директ через ноль, ну, чтобы не заблокировали комментарии, чтобы он прошел точно. А за это блокируют? Ну, обычно, когда ты очень часто такое пишешь, что тебя могут блокнуть, а когда ты, типа, делаешь ноль, а потом открой директ, тогда можно, да. Луна, ты прям шифровальщик? Да, и она заходит, короче, в директ, там, голосовое. Хороший, хороший. Вась, что вот есть, может, такого у якутов, типа, якуты комментируют все время драки? О, да, да, да. Вы, серьезно? Да, 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 да. Какой-то, типа, видос с дракой, и там сразу они, и там, и даже в комментариях они с акцентом пишут. И там реально жесткие драки, то есть у нас в паблике есть очень много пабликов, где одни драки, и там очень много сидят. А как это, какие-то якутские драки, или им не важно, чью драку комментировать? Ну, чаще всего в якутске, потому что у нас очень много такого. Если это какая-то интернациональная драка, это не очень интересно якутам. Не, ну, если между национальными... Бурятам, там никто не поймет. Эй, поаккуратней к вам. Хороший. Часто вообще вот есть это, что якут-бурят путают? Да, часто. Но это их обижает, на самом деле. Хотя мы не похожи, на самом деле, мы не похожи. Не похожи? Да. Даже по цвету кожи. Слушайте, а вот типичная какая-нибудь есть, типичная страница в соцсетях Армянина, например. Что-то, например? 100% рука на панели. Ну, Mercedes или чего-либо. Именно рука. Рука, да. С часами. С часами, да. Роликс или что-нибудь такое. То есть можно, в целом, купить отдельно чисто панель, все без машины. 100%. Так и делаем, скорее всего. И делаем просто сумку. Пакет. Если не часы, то дутое золото. Я знаю, дутый пухач. Нет, знаешь, вот выглядит, как будто реально тонно весит. А там всего лишь 5 грамм. Это можно примерно так же сказать. 5 грамм это не всего лишь. Часы на панели. Да, часы на панели. Дутое золото. Где-нибудь... Места, да, вот где? Места где-нибудь в Дубае в основном больше. Дубае, что-то красивое, остров. У него вот 4 фотки могут быть. 4. Которые четко позиционируют, кто он. Типа, у меня есть тачка. Я могу себе позволить остров. Где-то там один раз в год в Мальдивы. Но это может быть не Мальдивы, а Сочи. Он просто так идеально сфоткал. По-любому, по-любому надо какую-то прикольную шмотку вот так. Вот так еще голову поднять и вот шмотку показать. Вот это по-любому. Показать, что кадык точно есть. Ну да, кадык с шеей. Кайф. Что по якутским соцсетям, страницам в них? Био в шапке. Там вот очень много всего написано. Типа, мамочка троих детей, потомственная шаманка, хорошая соседка. Нет-нет, да и... Там очень много всего вот этой информации. То есть прям заморачиваются люди. И что, очень много этих видосов. То есть именно в сравнении фоток и видео больше видео. Почему интересно? Потому что мы контент-мейкеры. По природе своей. У нас же такой мир, что мы можем его просто показывать видео, фото не передает. И мы на этом видео нарезаем рыбу, там, жеребятину или снег просто идет. Снег едим? Идет. Ну и едим бывает тоже, да. Не, а пацаны вот типа, как они вот, какие фотки они выкладывают? Что бы тебе понравилось? Лолый торс, они у нас борцы, вольная борьба у нас. А это безвольная борьба. Безвольная, да, это когда ты просто отдаешься. Ну не знаю, можно подраться, может, не надо. Это когда просто ухо сам себе ломаешь и ходишь. Я слышал про это, только я не помню, какая национальность, но там, что... Чуть ли не у дагестанцев. У дагестанцев по полторы тысячи рублей. Да, одно ухо 700 рублей, два по... Что это как услуга, типа, ломаем уши, просто без... Ну не ходишь на борьбу, ты приходишь, как вот, ну, считай... К мастеру. К мастеру, да, как на ноготочке, только на ушки. Ты приходишь и тебе... Да! Ты что-нибудь нашел, брат? Я нашел, как появились азербайджанцы, кстати. А, ты на том этапе еще остался, нашел шоу. Да, просто да, я вот нашел. Ну, здорово, что теперь у тебя есть инфа. Что ты их чуть больше знаешь. А вот по поводу общения, вот, не в соцсетях, в смысле, вот, где ты там пишешь и все это видят. А вот личные сообщения, например. Есть такое, что вот больше нравится голосовыми общаться или там видеокружочек? Голосовые, это мое. И мое, брат, абсолютно. Вот мне с тобой всегда так приятно переписываться. Короче, есть такие люди, которые в Телеграме заблокировали себе, знаешь, что ты не можешь им написать голосовое сообщение. И они меня бесят просто. Меня тоже. А еще, самый-самый вопиющий случай у меня был недавно, когда такой человек, который заблокировал себе голосовые, написал мне голосовое. Хурово. Он записал мне голосовое сообщение, я его слушаю, нажимаю, чтобы ему ответить, а там пользователь не разрешен. Да, это абьюз. Это абьюз. И я говорю, ты что за вообще чудовище? Все за голосовые? Я, да, да, да. Но у меня еще нравится в Инстаграме голосовыми какие-то там чистые. Скажи прям вообще. Давайте тоже будем. Ну да. Там ограничение в минуту, вот это меня бесит. Уже нет. Уже нету? Уже нет. Ускорять нельзя, отвратительное. Да, ускорять нельзя. Ускорять можно уже. У тебя какой-то приблотненный директ. А это какой-то, у тебя какой-то премиум Инстаграм. Нет, я могу показать, реально. Но я вообще считаю, что Телеграм, это же там сначала появилось. Я считаю, что это изменило мир. Абсолютно. Абсолютно. Возможность ускорять некоторых людей. Это классно. Это классно. Это классно. Это базар. Вот как раз то, про что ты говоришь. Это то же самое, что мы сейчас очень много общаемся. Ну типа не лично. И вот когда-то, возможно, это дойдет до того, что можно будет так в жизни ускорить. Да, да, да. Рядом на нем кнопка будет такая. Ты лоб нажимаешь. Да, да, да. Круто. Это круто. Еще вот есть люди, я знаю таких, которые на другой уровень вышли. Они только видеокружочками. Вот то есть не важно, что он делает. Не важно, в каком положении. Красивое ли оно сейчас. Какой фон. У него любая информация, он ее тебе смотри, я существую. Вот зачастую, вот как раз таки, там вообще вода. Вот что он тебе записал, это полная вода. О чем он хотел мне, что он хотел мне сказать. Он просто типа себя, типа у него влог. И он меня отправил. Да, брат, да. Показывает все люстры там почему-то. И вот, а по сути мне ничего не сказал. Зачем мне это? И следом еще один, и следом еще. Я вот не... Я реально историю, недавно мне девчонка отправляет 80 вот таких кружочков. И вот что я? Вот просто посмотрел, как она живет. А, что? Это тоже бывает. Не зачастую, но бывает. Потому что когда к хорошему быстро привыкаешь. А вот, кстати, про родителей и соцсети. Чаты семейные. Как вам вообще такое? Да. Есть? Находите в таких чатах? Нет, у меня нет чата. Сейчас объясню. У меня есть такой... Он очень такой... Я бы сказал родословный чат. Я бы его так назвал, да. Там все двоюродные братья и сестры. И нужно еще знать дни рождения у всех их детей. И поэтому этот чат, он никогда не... Нет дня, чтобы там ничего не было. Ну, это в WhatsApp, само собой. Да, это в WhatsApp. Да, конечно, конечно. До этих вещей в WhatsApp и существует. Да. А у меня участники семейного чата вообще не чувствуют вот количество эмоджи, смайликов, сколько вообще необходимо. Там просто... Там просто они засыпают ими. Каждый второй думает, что он невероятный стикер тебя отправил. Ты должна либо рассмешить, либо... О, ни хера крутой, сохраню себе. Так у меня есть такой стикер. Зачем ты мне отправил? Ну, у меня есть такие, которых, ну, у тебя нет, 100%. Как вообще армянский семейный чат живет? Или у тебя его нет? У меня нету, кстати. Вот именно семейного чата нет. Каждый отдельно должен разговаривать. А как ты без чата... Без чата как ты узнаешь, когда там яблочный спас, например? Или рецепт... Не хочу узнавать, когда яблочный спас. А я тоже. А подожди, яблочный спас это же что-то не языческое. Да, но оно все равно появляется в моем чате. Нет. Я не хочу ни яблочный спас, ни рецепт манника. Я не хочу это узнать. Все же получали от мамы видеосообщение. Никогда не повышай голос на мать. И вот дальше. Нет, стой. Я и так, братан, на маму не ору. Я тоже. Просто не отправляет. Я думаю, вам всем отправляют. Предупреждает. Не ори сейчас, если ты прочтешь сообщение. Мне мама в WhatsApp отправляла вот это сообщение. Если ты не отправишь десятирым, ты умрешь. У вас не было такое? Нет, мама это как правило. Не мама. Не мама. Я, кстати, умер. Он язычник, он просто переродился. Да. Я сейчас дерево. Выпьем как за живого. Вы там как, нравится наш выпуск? Ну, напишите в комментиках об этом. А у нас сейчас интерактив. Как всегда, наш интерактив начинается с внезапной шутки от Васи. Ну вот в тему соцсетей. Что у нас не голосовые записи, а горловые. Вот так. Я подумал, что это какая-то просто очень глубокая запись. Да, и не без этого. А ты не думал выпустить песню «Я якутский»? Якутский, да. Да, да, да. Что ж, интерактив. Достаньте свои телефоны. Реально? Да, я расскажу, что будет. Здесь их не забирают? Соцсети. Это же такое место, где без чего не обойтись. Без хейта. Без необоснованных гневных комментариев. И технологии нашего шоу дошли до того, что хейтерские комментарии мы получили уже, даже еще не смонтировав этот выпуск. А у меня, кстати, нет телефона. Где Вася телефон? Там по статистике на трех якутов два телефона. У тебя есть? Да нет, реально, мне надо сходить. Купить. Просрочку. В общем, как я уже сказал, хейтерские комментарии уже сгенерированы. Хейтерами, специально нанятыми и обученными на хейт. Это наши зрители их написали, которые всю дорогу, весь выпуск смотрели, что мы тут несем. И остались недовольны некоторыми нашими выпадами. Поэтому сейчас будем читать хейтерские комментарии по очереди. И что нужно делать, как говорится, с хейтерами? Сосать. А эти, ну они в зале сейчас находятся? Просто я прочитал. Ну, давай так. Возможно. Блин, тут вообще, конечно, выпадет. Чуть-чуть плакать хочется. Так, у вас типа там пародия на прожектор Перис Хилтон? Так вот, даже Сашка Цикала там лучше сидит, чем вы тут. Вонючие. Ну, последний я тебя добавил. Есть что ответить на это? Сосите! Карен? Лучше бы в конце шоу извинялись не за высказывания, а за то, что люди потратили свое время, смотря на эту скукотищу. Сейчас я скажу. Сейчас я все выскажу. А лучше свой рот вообще никогда не открывать. Чтобы не воняло так сильно, чтобы мы его замечали. Понятно? До свидания. Хорошо, тут есть такой комментарий. За сколько просмотры купили? За сколько мамку свою дашь купить? Сколько имели, столько и купили. Извините. Мне кажется, или мебель сзади разговаривает? Это хороший комментарий. Это хороший комментарий. Вот мне нравится. Вот мне нравится, какой-то душевный такой. Нет, тут есть хороший. Васю нужно было посадить между чернобровами. Чтобы желание загадал? Ну это как пианино было бы. Черный и белый. Черный и белый. И белый, конечно. Очень много комментариев по поводу того, что тебе нужно заняться сексом, брат. А то... Это от какой-то конкретной женщины комментарий? Могу показать пальцем, но попозже. А соведущий зачем сатиру, который нарды раскладывает сзади? Дизлайк сходу. Лучше бы фрукты раздал для зала, что ли? Нет, такой же есть мою защиту. Азамат бы лучше вел это шоу. Поменяйте ведущего. Ну слушай, ну тут у человечка четвертая фотка, как он на кухне калик пыхает у себя. Нормальное шоу. Без звука прям зашло. Мяге не зря позвали. Давайте попробуем быть добрыми в ответ на злые комментарии. А так и нужно. Так и нужно. Потому что доброта терпила. Вася, подстригись, пожалуйста. Спасибо большое. Денег займите, подстрижется. Мне это мнение нужно было услышать, чтобы я окончательно принял этот вердикт. А я считаю, что это прекрасное шоу. Хоть что-то можно посмотреть, пока сидишь на толчке. Мне кажется, когда на толчке смотришь шоу, ты смотришь самое интересное шоу. 100%. Потому что ты ничего не делаешь, просто кайфуешь, смотришь телефон. И у вас запор. Ну это вот возможно. Это шоу точно соответствует названию? Разве не шоу бывало... Лучше это назвать. Действительно это так. Это, на мой взгляд, топовый ребрендинг. Спасибо. Опять же тебе, кальяносос. Вот это шо такой. Зрители приходят, потому что вы арбузы в конце раздаете. А он спрашивает. Зрители приходят, потому что вы арбузы в конце раздаете? Нет. Ну что, друзья, нам осталось только выяснить, кто самый стереотипно мыслящий участник на сегодня. Тот, кто сейчас проиграет. Во-первых, будет извиняться на камеру. А во-вторых, весь следующий выпуск, он проведет вот в тех паленых сланцах. На руках. А, типа вот так одеть. И хлопать. На каждую плохую шутку. То есть всегда. Это очень жестко. Очень жестко, согласен. Итак, дорогие мои зрители, уважаемые, как будто вы не писали нам всякое говно в комментарии, мои любимые родненькие люди. Если вы считаете, что Вася был самым стереотипным участником сегодняшнего выпуска, вы хлопаете. А ты что-то дал им перед шоу? Да. Свою любовь. Это Вася хлопает. Мы репетировали это три дня. Если вы считаете, что Шевги был самым стереотипным, ваши аплодисменты. Каренчик. Я в шоке, честно говоря. Я даже рад. Реально. Ваши аплодисменты за Карена. Спасибо. А Карена не... В этот раз не спасибо. Спасибо. Что мне, извиняться перед всеми надо? Где его камера? Кого мог обидеть, извиняюсь. Кого мог задеть, не извиняюсь. Кого мог обидеть, извиняюсь. С вами был Карена Макарена. Любимый ваш и самый позитивный человек на этой планете. Люблю вас и не извиняюсь. Хотя не извиняюсь. Вот так? Очень хорошо. Ну, а Карен Руки-Сланцы ждет вас в следующем выпуске. Спасибо. С вами было шоу «Стереотипы». Надеюсь, мы, правда, никого не обидели. Хотя, мало ли. Всего доброго. До следующих выпусков. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...